Первый кинопоказ у Радимы отбылся в 1954 году, а пошли перед капитальным рамонтом в 2013. За три года на реконструкцию выдатковали больше за 13,5 миллиардов до динаминационных рублёх. Три чверти суммы из областного бюджета. Свою укладу несли и жахары города, а малый полмиллиарда и они собрали под час субботников. Рамонт зарабил с Радимы кинотеатры, которые отповедают всем с ужасным потребованиям. Утольные кресла и новые обстаревания у Тымлико и 3D-система. Оборудование, которое установлено здесь, соответствует самым высочайшим требованиям мирового кинопоказа, как мирового, так и голливудского. Мы сможем на этом оборудовании демонстрировать все премьерные киноновинки в самом-самой высоком качестве, которые на сегодняшний день существуют. То есть это оборудование по качеству не уступает лучшим кинотеатрам города Минска и города Гомеля. Сучасная Радима премьер на кинотеатрах. Это значит, что жлобеншане будут знакомиться с новинками кинопрокату разом с глядачами усяго свету. Например, премьера фильма «Тарзан. Легенда» однодчасово отбудется у жлобене и у США. До того же отповедности с ужасными тенденциями, у ближайшим будущим Радима станет не просто кинотеатром, а местом, где горожане смогут отпадшить и повеселиться. Сейчас для кинотеатра очень важно, чтобы он действительно стал популярным местом отдыха у жителей и гостей города. И для этого будет делаться все необходимое, чтобы это был не только кинозал, но и кинозал, который был оснащен комплексом дополнительных услуг, как-то услуги кинобара, как-то услуги каких-то игровых аттракционов. Для этого есть условия, созданные условия. То есть, чтобы люди сюда могли провести полноценное время не только за просмотром фильма, но и получить какое-то удовольствие от других видов развлечений. Открытие кинотеатра по деду Хачакана и Знакова ешь и тому, что у райцентры завсюду любили кино. До реконструкции Радима была у лидера к поглядацким интересе. А три годы, пока львялась реконструкция, жлобеншане, как поглядеть киноновинки, ездили у соседней Рогачоу. Мы очень этого ждали и ждем. Мы надеемся, что это так же, как и в Рогачоу будет этот кинотеатр, что будет так же пользоваться популярностью, что уже не придется ездить туда. Приятно, радостно видеть и само здание, и сам антураж внутри помещения, ну и в первую очередь лица людей, особенно лица детей. С какой радостью они идут сегодня в кинотеатр увидеть новые сегодняшние фильмы. У том, что обновленная Радима станет одним из культурных центров города, сумневаться не приходится. Билеты на ближайшие сеансы начали расходиться уже у первых вели на работы. До того же их уже в худшем часе можно будет набыть и прозинтернет. У системе предприемства «Гомельки» на видеопрокат 20 кинотеатров. Радима стала десятым кинозалом, яке оснастили с участным личбовым обсталяванием. Работа по модернизации протягнется. У ближайших планах пронести личбовые технологии у Яши один буйный райцентр – Светлогорск. Максим Савин, Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель» – Сожлобина.